Пожалуй, самая важная история, которая сейчас развивается в Израиле, вокруг войны, происходящей здесь, это история с освобождением заложников. Это далеко не первый случай, когда Израиль ведет переговоры по освобождению своих заложников. И главная проблема здесь упирается в отсутствие четких протоколов, в отсутствие четкого алгоритма действий властей, правительства, военно-политического руководства по освобождению заложников. Имеет смысл сейчас заглянуть немного в историю, как это вообще происходило, существуют ли такие протоколы, спойлер маленький, существует их проект, который так и не обрел силу закона. И почему вообще все это до сих пор не приведено в какое-то соответствие, что приводит в итоге ко всем вот этим бедам и неприятностям, включая протесты, включая несогласованность действий военного и политического руководства. И включая вообще все эти проблемы, в которых мы очутили. Сейчас мы с вами поговорим об этом и в том числе об истории вопроса. Итак, существует такая городская легенда, что Израиль никогда не ведет переговоров с террористами, а предпочитает их там всегда уничтожать. Это, к сожалению, не так. Может, когда-то на заре государства так оно и было, но давным-давно уже это не происходит. И нынешняя сделка, точнее вот назревающая сделка или там никак не созреющая сделка, она далеко-далеко не первая в истории государства. В своем вот сегодняшнем видео я буду опираться в том числе на материал моего хорошего товарища Макса Лурье. Вот такой есть израильский журналист, он об этом написал такой подробный материал. Вот я много фактур подчеркнул оттуда. Ссылку на телеграм-канал Макса я оставлю у себя в описании. Вот посмотрите, кому будет интересно. Пишет Макс очень так хорошо и смачно. Так вот, в 1982 году, например, Израиль отдал 4700 ливанских и 65 палестинских террористов в обмен на 6 солдат, попавших в плен. Это было, соответственно, во время Первой Ливанской войны. В 1985 году была так называемая сделка Джибриля. Это 1150 террористов были отпущены на свободу в обмен на 3 пленных солдат. В 1991 году 90 террористов Хизбаллы отпустили на свободу только за информацию о том, что двое солдат погибли. Только за то, что Хизбалла подтвердила их гибель, отпустили 90 террористов. Ну и были другие сделки. Я лично присутствовал при одном таком обмене, когда после Второй Ливанской войны тела двух солдат, захваченных, вот с чего, собственно, началась эта Ливанская война, Эльдада Регева и Эхуда Гальтвассера, вернули из Ливана в обмен на пятерых ливанских террористов. И тела убитых террористов, включая Самира Кунтара, был такой очень известный деятель террорист. Он потом стал большим чином в Хизбалле и чуть позже, после уже обмена, его наши грохнули где-то там на сирийской стороне голландских высот, потому что он в Сирии руководил во время гражданской войны действиями подразделений Хизбаллы. Ну, конечно, апофеозом всей этой истории стала сделка Шалита, так называемая. Я напомню, что в 2006 году в результате атаки террористов на армейский укрепленный пункт один из членов танкового экипажа, танка, который там находился, попал в плен. Это был Гелат Шалит, Капрал. Ну, Капралом он стал в плену, по-моему, уже ему повысили звание. И он провел в плену около пяти лет. В 2011 году была заключена вот эта сделка, по которой отпустили 1027 палестинских террористов, приговоренных к длительным и даже пожизненным срокам, в том числе и Фью Синвара, того самого, который вот сейчас возглавляет Хамас, который руководит действиями террористов в секторе Газа. Синвар тогда был категорически против сделки, потому что он считал, что 1027 это мало, и его даже там посадили в карцер, чтобы он, так сказать, сделке не препятствовал. Тем не менее, сделка состоялась, Шалита вернули, и все это породило такие бурные дискуссии в обществе. Как вообще такое возможно? Как мы можем отпустить тысячу с лишним террористов за одного солдата? Можем ли много это или мало? В общем, короче, дискуссии были бурные. Общество тогда разделилось на две части. За сделку, против, взял. Вот как сейчас примерно, но не так драматически, конечно. Тогда премьер-министром был не Таньягу, кстати. Сделка эта была, в общем, при его активном участии под его руководством осуществлена. И результатом всех вот этих дискуссий там и баталий стало создание комиссии Шамгара, так называемой комиссии Шамгара. В 2012 году она была создана. Возглавил ее мейер Шамгар, это отставной судья, который комиссия должна была изучить вообще вопрос, как государство Израиль должно вести себя в случае захвата заложников, определить так называемую разумную цену, то есть параметры будущих сделок. Потому что все прекрасно понимали, что такие истории могут повториться. Работа комиссии продолжалась 4 года, после чего она вот передала правительству 100-страничный документ, в котором содержались рекомендации. Вот, внимание, слово рекомендации о том, как вести себя в случае захвата заложников, как проводить подобные обменные сделки. Оттуда, кстати, исключили слово цена, мехир на иврите. Да, там было другое слово, тмура, возмещение. То есть, ну, чтобы как бы не вносить в это дело какой-то вот такой, что ли, экономический аспект. Да, ну, человеческая жизнь не имеет цены, нельзя за него принять какую-то цену. Но какое разумное возмещение может быть вот за захваченного в плен террористами израильтянина. И вот тогда же одной из первых рекомендаций, которые содержал этот документ, был передача этого процесса из рук политического руководства в систему безопасности. Должен быть создан некий орган, который будет отвечать за эти вещи, туда войдут представители силовых структур. Политики не должны иметь к этому отношения, потому что по сей день существуют такие довольно серьезные подозрения, что ли, что сделка Шалита имела под собой политические или предвыборные мотивы. Не знаю, насколько это правда, но вот рекомендации комиссии Шамгара содержали четкий посыл. Этим должны заниматься спецслужбы, люди, имеющие отношение к системе безопасности, но не политики. С ними, да, можно согласовывать, но не они должны принимать решения. То есть создавался некий орган из представителей спецслужб, они это все дело обсуждали, они вели переговоры бы, они достигали бы какого-то соглашения, после чего окончательный вариант соглашения должен был быть передан правительству, потому что правительство это верховная власть в стране соответственно, и оно уже должно было утвердить или не утвердить это соглашение соответственно. Кроме этого, комиссия Шамгара создала такой вот, ну как бы выстроила такую приоритетность, то есть будущих, возможных, господи, будущих, возможных заложников разделили на 4 категории по степени их как бы приоритетности. Называлось это 4 уровня обязательств государства перед гражданами. Уровень первый это военнослужащий, поскольку у военнослужащего больше шансов попасть в плен в результате боевых действий, контртеррористических действий и так далее, то вот государство, которое его призвало на службу, это его обязанность явиться и служить в армии. Соответственно государство должно предпринять все и расшибиться в лепешку, чтобы его оттуда вытащить. И вот этот эквивалент, вот это возмещение за военнослужащих было самым большим. На втором месте, вторая категория, это граждане, похищенные в результате вот целенаправленных террористических действий. Третья категория, это соответственно граждане, которые случайно оказали, ну там случайно перешли границу, там заблудились условно и попали в руки террористов. И четвертое, те, кто намеренно специально перешли границу и вот попали в руки террористов. В Газе есть такие, но там трое, если я не ошибаюсь, человек, все они душевно больны. То есть как они туда пробрались, это отдельная история. Но вот из трех заложников, попавших в Газу еще до 7 октября, трое как минимум это душевно больны. Вот это вот четыре категории. Там содержались количественные параметры в выводах комиссии Шамгара. Сколько за кого можно отдавать, если я сейчас не путаю до сотни террористов за солдата, но не больше. И надо обязательно отметить, что большая часть, вот абсолютное большинство выводов и рекомендаций комиссии Шамгара по сей день засекречены. Вот их сразу засекретили, спрятали в долгий ящик и все. Так вот еще в 2015 году, в 2016 по-моему, эти рекомендации были переданы правительству. И по идее вот тут нужно было что сделать? Принять закон, чтобы эти рекомендации получили силу закона. Для чего это вообще нужно? Для того, чтобы а. появился орган, законодательно созданный орган по освобождению заложников. Для того, чтобы у правительства появился четкий алгоритм действий. И для того, чтобы стало возможным, там скажем, в суде отменить или разрешить сделку. То есть обсуждать это в суде, раз это имеет силу закон. Поскольку сейчас закона никакого нет, то соответственно все время на каждую подобную сделку подаются апелляции в суд. Как правило, это семьи жертв террора подают в суд, но суд как раз за разом им отказывает, потому что говорит, что это не в нашей компетенции. Это решение правительства, это компетенция правительства, идите туда. Раз нет закона, суду тут вроде как обсуждать особо нечего. Так вот, еще в 2015 году был подан соответствующий законопроект в Кнессет, но он даже не дошел до первого чтения. Это был Кнессет 20-го созыва, но до первого чтения он не дошел, потому что большинство положений этих выводов, этих рекомендаций комиссии Шангара оставались совершенно секретными. Даже депутаты Кнессета, видимо, не имели к ним доступа. Соответственно, невозможно было принимать и обсуждать, особенно с учетом того, как у нас все вытекает сразу в публичное поле. Хотя там вот кое-какие все-таки положения известны, которые я вам здесь излагаю. Так вот, среди прочего, там содержались и рекомендации того, как можно давить на противоположную сторону. Например, то есть государство может себе позволить, написано было в этих рекомендациях, в качестве давления на террористов, ну, на террористическую организацию, там, неважно, с целью склонения ее соглашению на более приемлемых условиях. Это ужесточение режима содержания террористов в тюрьмах, это блокада территории, минимизация гуманитарной помощи, услуг, отключения электроэнергии и так далее и тому подобное. Почему это важно? Потому что, если бы это имело силу закона, если бы этот закон прошел через Кнесет, в трех чтениях, там, в окончательном, если бы его утвердил богат, утвердило бы правительство и так далее, то никто бы тогда не мог поступить так, как поступило наше правительство, которое пообещало отключить гази, там, воду, свет, значит, еду, там, ни капли топлива, ни крошки еды и так далее, а потом все это начали давать, да еще и в утроенных количествах. Так вот, если бы был закон, то такого бы не произошло. Все это происходило бы на законных основаниях, потому что было обсуждение, было голосование, оппозиция за, там, или коалиция за, оппозиция против и так далее. Закон прошел Кнесет, был утвержден юридической комиссией и так далее. Все. Никаких претензий бы тогда не было. Тогда же, кстати, в Кнесете, ну, когда зашел разговор о том, почему, мол, выводы комиссии Шамгара не получили, вот, законодательного воплощения не превратились в закон, в Кнесете ответили так, что нельзя давать террористическим организациям инструменты для оценки политики израильского правительства и соответствующего планирования своих действий. В этом тоже есть определенный смысл, но, наверное, каким-то образом же принимаются у нас законы, там, о Массаде, о Шабаке, там, я не знаю, законы, там, различные подобные, где содержатся всякие секретные вещи. Можно какую-то секретную часть в законе сделать и так далее. То есть все эти вещи возможно было провести, но, поскольку наш Кнесет вечно занят всякой херней, но только не принятием нужных и разумных законов, то, вот, к сожалению, получилось вот так. И в результате мы на сегодняшний день имеем кучу сделок, которые проводились на совершенно разных условиях, при совершенно разных правительствах, в совершенно разных обстоятельствах. Вот это вот прям вопиющий пример 90 террористов за информацию о том, что двое солдат погибли. Но это просто вообще вот не лезет буквально ни в какие юридические и вообще мыслимые ворота. Мы не имеем четкого вообще положения о том, как действовать в этой ситуации. Премьер-министр за, министр национальной безопасности против, министр транспорта там сам не знает, что он хочет и так далее и тому подобное. Система безопасности за, политики против. И начинается вот такой жуткий бардак, жуткий раскол при этом порождает это все в обществе, что работает только на руку террористам буквально. И в результате не очень понятно, как себя вести. Бросить людей там нельзя. Государство, как я уже миллион раз говорил, повторю это еще раз, не выполнило базовый пункт контракта с гражданином, не обеспечило ему безопасность в его собственном доме, в его собственной постели. Государство облажалось, обосралось буквально-таки. Государство обязано что-то с этим сделать. Фраза о том, надо заботиться о 10 миллионах, а не о сотне человек, я ее довольно часто встречаю. Вот отсохнут языки и пальцы у тех, кто это пишет и это говорит, потому что 10 миллионов состоят в том числе из этой сотни человек. Мы все эти 10 миллионов из себя и составляем. И любой мог там оказаться, любой буквально. С другой стороны, устраивать по этому поводу там забастовку на уровне профсоюзов, парализовывать страну, закрывать аэропорт, единственные ворота в страну. Это тоже, на мой взгляд, не лезет ни в какие ворота. Проблема еще раз упирается в отсутствие четких протоколов, четких алгоритмов и четкого закона, как государству поступать в этой ситуации. В результате поступают вот кто в лес, кто под рова, лебедь, рак и щука и так далее, и тому подобное. И в результате мы вот имеем эту ситуацию, 101 человек до сих пор в заложниках. Непонятно, кто из них жив, кто из них мертв. Шестерых казнили террористы, хотя их можно было, наверное, спасти, попытаться и так далее. И, в общем, полный разброд и шатание. Ну, посмотрим, опять же, я все время слежу за этой историей с заложниками, но все это говорит о том, что, к сожалению, не в израильской политике, да это, в общем, для демократических режимов характерная очень история. Никто не планирует даже двух шагов вперед, в принципе, да. Горизонт планирования от выборов до выбора. Выиграли эти выборы, будем думать о следующем. Четыре года между ними, все. И то, ни одно правительство в Израиле, насколько я помню, еще четыре года так и не просидело. Все разваливались досрочно, так или иначе. Так что, все это очень печально, все это ужасно совершенно, но война продолжается, заложников надо спасать. По поводу сделки, вот американцы сейчас говорят, что вот привезли какое-то последнее предложение. Вот лучше уже быть не может. И если Израиль с ним не согласится, то все, конец, значит, всему. Но Хамас, если с ним не согласится, тоже конец всему. И как-то все мировое сообщество и все, кто вот участвует во всем этом процессе переговорном, как-то все время вот стрелка смотрит-то почему-то на Израиль, а не на Хамас. Я еще раз напомню, что 7 октября не Израиль напал на газу, а Хамас напал на Израиль и Хамас захватил заложников. И Израиль все время в течение всей этой войны шел на уступки. Гуманитарные прекращения огня, коридоры, гуманитарная помощь, вода, свет, газ, отопление и все на свете. И вот сейчас вакцинация от полиомиелита. Хотя по идее, вот так по уму, не то что по уму, а как бы по сердцу что ли, нужно было сказать, хотите вакцинировать детей, нет проблем. Вот братьев Бибас с мамой верните, троих, и тогда мы вам разрешим вакцинацию. Но давят не на Хамас, давят на нас. К сожалению, так это работает. Так что вот так примерно выглядит история вопроса. Есть рекомендации, их можно было бы сделать законом. Но сейчас это уже поздно в отношении истории 7 октября. Сейчас нужно сначала попытаться спасти людей, а уж потом посмотрим, как это все будет развиваться. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забывайте их, пожалуйста, поддерживать. Опять следующее видео будет вот совсем скоро. Просто в перелетах сейчас буду находиться какое-то время. Но как вернусь, наладим опять двухразовый выпуск. Еще раз спасибо. Всем пока.